Кто добывает артезианскую воду в Сургуте? В каком году открылся сургутский мясокомбинат? И кто добавил клюкву в хлеб? Узнала наша съемочная группа «Сделано в Югре». Второй день ярмарки под брендом «Сделано в Сургуте» и «Сделано в Югре» начался точно так же, на позитиве, с очень вкусными, заманчивыми запахами. Кстати, мы не со всеми еще познакомились, поговорили и не все попробовали. Давайте продолжим. Предприниматели Сургута, объединенные сразу двумя брендовыми логотипами, «Сделано в Сургуте» и «Сделано в Югре», ежегодно доказывают качество своей продукции, пополняя личные архивы новыми победами и наградами на региональных и всероссийских конкурсах. Совсем свежими стали победы в 2020 году у компании «Югорские традиции», «Фермерская лавка номер один», «Крестьянско-фермерское хозяйство Герусовых». Они стали победителями в федеральном конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Торговля России-2020». Мясокомбинат «Сургутский» – лауреат всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». «Югорские традиции» победитель конкурса «Лучший товар Югры-2020» и это только малая часть предпринимателей, ставших победителями. Компания «Северная чистая вода». Мы на рынке более 10 лет занимаемся производством питьевой, артезианской воды. У нас тут в городе своя скважина, свой завод. Скважина 298 метров. Мы добываем воду, обогащаем ее полезными веществами, минералами. Вот и, собственно, занимаемся производством и продажей этой воды. Компания «Северная чистая вода» уникальна. В процессе подготовки и минерализации вода обогащается не только микроэлементами и минералами, но и кислородом. И содержание его в воде в 500 раз больше, чем в любом горном источнике планеты. Не нуждается в кипячении, не содержит вредных веществ и металлов. И, кстати, работой с металлами в Сургуте занимается совсем другой предприниматель. Сезон как раз таки начался. Сейчас пошли и заборы, и качели, и все это надо в огромном количестве. Поэтому, если получится, мы расширимся. В ближайшее время, наверное, расширимся. Это бронза, отлита по нашим северным мотивам, по национальным хантейским. Вот, где-то что-то немножко художественное, где-то что-то настоящее, историческое было. Здесь вот поясные накладки есть, всякие разные обереги. Это то, что касается как раз национальных наших народов местных. Бронза очень популярна за границей. И вот, я не помню, пару дней назад, на той неделе, уже отправляли в Австралию. В Австралию? Да, первые продажи были в США. Начались. Это через какую-то платформу? Итси называется платформа, и оттуда во все скупают. Кузница, как обычно, отличилась, во-первых, своей красотой, которую она здесь представила. Во-вторых, ну не могу не потрогать. А потрогать мне нужно все. А вот эти колокольчики, они все звучат своим звуком определенным. Мне кажется, надо покупать сразу все и дома просто с семьей устраивать ансамбль. Каждый взял по-своему и музыка. Но вот эта вот вещь, железяка, она здесь тоже представлена и продается. Кто бы мог подумать, но вот эта железяка, это очень ценная вещь. На самом деле, в умелых руках она превращается в нож. А вот эта вот не подставка для хантыйских амулетов, это ручка для ножа. И, кстати, она очень долго изготавливалась. Она прям вот уже ручка. Вы видите? Абская кузница как раз относится к производителям промышленных товаров под брендом «Сделано в Сургуте», «Сделано в Югре». Но, выполняя свою основную функцию, кузница занимается и социальным бизнесом проведения мастер-классов с детьми и взрослыми, а также первые и единственные формируют музей кузнечного дела. И таких первопроходцев много, правда, каждый уникален в своем ремесле. К примеру, компания «Аудиофон» и компания «Жалюзи». Мы в округе единственная организация, производственная организация, которая изготавливает индивидуальные внутриушные слуховые аппараты. Само производство это действительно уникально, потому что оно, в принципе, штучное и по всей России, миру. Работаем на рынке мы с 2008 года. Кленты у нас прибавляются, потому что, во-первых, это скорость по времени, во-вторых, уже практика, опыт специалистов. И то, что это здесь на месте и никуда не надо ехать. У нас еще есть, конечно, детский центр «Кеша», уже, в принципе, всеми известный, потому что это тоже штучные такие организации, потому что специалисты узкого направления – это логопеды, дефектологи, сурдопедагоги, нейропсихологи. То есть мы помогаем деткам с ограниченными возможностями здоровья. Лучше приезжайте к нам, мы все вам расскажем, покажем и будем рады вас видеть. Наша компания в этом году отметила 27 лет. Коллектив у нас небольшой достаточно, но очень дружный. У нас более 30 человек работают в коллективе. Собственное производство, поэтому это дает нам самые минимальные сроки. Изготовление желези – это один день составляет. Если вы хотите под заказ то, чего нет у нас в наличии, то за неделю мы вам все организуем. И, пожалуйста, мы приглашаем вас на производство, чтобы вы лучше увидели нашу работу, наш мастеров и ознакомились с нашим ассортиментом. Ознакомиться с ассортиментом всем желающим предложили у стенда Сургутского хлебозавода. Хотя эта продукция знакома много десятков лет, даже за пределами Сургута. Хлебозавод плодотворно сотрудничает с крупными федеральными сетями. Но ассортимент постоянно выходит за рамки обычного новинки хлебов с клюквой, морковью, злаками и современные кондитерские шедевры. Несколько раз в год пополняют списки продукции. Одно из самых старейших предприятий Сургута нашего города и вообще, наверное, района нашего. Наш завод производит более 100 наименований хлебобулочных изделий и кондитерских изделий. Наш завод печет и торты, и мелкостучки очень много, начиная от пирожков до пирогов заказных, пряников и хлебов. Разных хлебов. И диетических хлебов, витаминизированных хлебов. Предприниматели великолепные, гениальные люди. А гениальность вообще-то притягивается. Как притянулся хлебозавод сургутский к сургутскому мясокомбинату. Смотрите, как удачно дегустация проходит. Можно я тоже тут влезу. Оп! Колбаса любительская. Вот и пообедали. Я попробовала ореховую колбасу, я ее ни разу в жизни не пробовала. Мне очень понравилось, рекомендую всем, чтобы все покупали. Также я попробовала здесь хлебобулочные изделия и торт золотой угры. Мне показалось много крема, на мой взгляд. А так свежее вкусно. Магическим вкусом натуральных колбас, деликатесов и полуфабрикатов мясокомбинат «Сургутский» славится с 1978 года. Модернизация предприятия сегодня на высшем уровне. Австрийское и немецкое оборудование с производительной мощностью более 50 тонн продукции в сутки. Немаловажно то, что здесь уважают традиционную рецептуру, и качество всегда остается на первом месте. По колбасной продукции мы никаких изменений не планировали. И если будем планировать, то только расширение ассортимента. Людям нравится, люди покупают. Мы благодарим всех, кто с нами, кто покупает нашу продукцию. А вот расширение у нас сейчас мы разделали в пользу полуфабрикатов. Здесь у нас представлены новые. То есть мы расширили пельмени, манты, чебуреки. Вот здесь мы работаем. Работаем по-новому. Новинки продукции, конечно, представлены на ярмарке и уже находят своего потребителя. Быть хлебосольным, радушным к своим гостям – это ли не югорские традиции? А вот, кстати, и они. Компания под руководством Юрия Яковлева уже много лет является визитной карточкой югорского быта и вкуса. Вот, например, у нас появилась земляника. Свежая земляника. Очень вкусный запах. Целая ягодка лесная. Прекрасно. Дети ее очень обожают. Взрослые берут. Я себе даже брала. Мне очень нравится. Дикоросы компания принимает от населения в специально организованных пунктах приема. Вдали от автомобильных трасс, в экологически чистых районах Югры. Помимо этого, есть много продуктов, произведенных и реализуемых совместно с партнерами. Варенье и мармелад из сосновых шишек, колбаса из оленины и кедрового ореха, сургутский шоколад с кедровой живицей и многое другое. Но, возвращаясь к собственному производству, высоким спросом пользуется уникальная продукция собственного производства. Соленые грузди, протертая с сахаром ягода, в особенности мороженое, редкая и такая уникальная сегодня, полезная своими свойствами. И, конечно же, продукция из кедрового ореха, жмык, масло и ядро. Ярмарки Ярмарки — это классная возможность для потребителей отведать продукцию товаропроизводителей и выбрать для себя какие-то приоритетные позиции. Невозможно пройти мимо стенда югорских традиций, у них как всегда. Вот как всегда, они заставляют просто объесться и умереть от сытости, радости и счастья. Грузди. Сейчас посмотрим, изменился ли тот знаменитый вкус. Не изменился. Кто бы мог представить, буквально даже 20 лет тому назад, то местное производство, местное предпринимательство будет заявлять о себе как о серьезной структуре, как о серьезном бизнес-направлении. В конце концов, мы же не Краснодарский край, где палку воткни и из нее дерево вырастет. Здесь нужно приложить совершенно другие усилия, совершенно другая логистика и совершенно другие затраты. И глаза радуются, и душа радуются тому, что вот на нашей земле, где, как справедливо заметил Андрей Сергеевич, это край нефтяников, веков, край энергетиков и строителей, есть еще и люди, предприниматели, которые своими руками, своим небольшим владом, но предоставляют и товары, и услуги для населения. Но этому можно только радоваться. Ну что, пока-пока Сургут. Мы всех увидели, со всеми познакомились. Теперь у нас есть новые истории, новые люди и новые предприниматели. Это будет очень интересно, потому что это все сделано в Сургуте и сделано в Югре. Редактор субтитров А.Семкин